Размер адресной социальной помощи в этом году будет меньше, чем в 2019. Причина в том, что начисления стали по-другому высчитывать. В некоторых семьях сумму сократят в 2-3 раза. Но компенсировать такой убыток нуждающимся многодетным семьям решили за счет нового вида пособия. При наличии семерых и более детей, размер ежемесячной специальной выплаты может превышать 70 тысяч тенге. При расчете не учитывается доход семьи в отличие от АСП. Только в январе, по данным Минтруда, на новый вид пособия планируется направить свыше 17 миллиардов тенге. Обо всем по порядку расскажет Камила Тастамбекова. С нового года адресную социальную помощь малообеспеченные семьи будут получать по новому механизму. А именно изменится порядок расчета оказания АСП. Выплаты от государства будут начисляться на всех членов семьи ежеквартально. А сумма будет высчитываться из разницы, образующейся между среднедушевым доходом и чертой бедности. Для примера возьмем многодетную семью из пяти человек. Это мама и четверо детей. Три, четыре. Допустим, за прошлый квартал их доход составил 300 тысяч тенге. Теперь нам нужно вычитать среднедушевой доход для этой семьи. Для этого в первую очередь мы 300 тысяч делим на три месяца. Делим на три. Отсюда выходит 100 тысяч тенге. 100 тысяч тенге нам нужно разделить на каждого члена семьи. В нашем случае это пять человек. Делим на пятерых. Выходит 20 тысяч тенге на каждого члена семьи. В случае из нашего примера. 20 тысяч – это ниже, чем установленная черта бедности в Казахстане на сегодняшний день. Она равна 24 258 тенге. Разница между среднедушевым и разница между чертой бедности для этой семьи составляет 4 258 тенге. Чтобы высчитать итоговый вариант адресной социальной помощи для этой семьи, нам нужно получившуюся сумму, это 4 258 тенге, умножить на каждого члена семьи. Это в данном случае на пятерых. Итоговый размер адресной социальной помощи здесь выходит 20 190 тенге. Получается, что размер адресной социальной помощи в этом году будет ниже той суммы, что выплачивалось в прошлом году. В 2019 АСП начисляли отдельно на каждого ребенка в размере черты бедности. В декабре прошлого года сумма составляла 25 398 тенге. К примеру, многодетной маме Асыло Шахпаевой на шестерых детей выплачивалось около 146 тысяч тенге в месяц. Теперь же размер адресной социальной помощи составит около 50 тысяч тенге. В столичный Акимат женщина пришла, чтобы переоформить документы. В моем случае будут учитывать пособие, как многодетной семье 63 тысячи тенге и зарплату мужа. Не будут брать в расчет адресной помощи выплату за звание кумысалка, а это 16 тысяч тенге. Рассчитали, что теперь наша семья будет получать по 50 тысяч. Теперь переоформляют документы. Но это еще не все изменения. Для поддержки социально уязвимых слоев населения в этом году вводится специальное пособие. С 1 января 2020 года многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих детей, будет назначено специальное государственное пособие. Размер пособия будет зависеть от количества детей. Данное пособие будет назначаться вне зависимости от дохода семьи. При наличии 4 детей размер выплаты превысит 40 тысяч тенге. 5 детей – 50, 6, почти 64 тысячи, 7 и более детей – свыше 70 тысяч тенге. Нуждающиеся малообеспеченные семьи для получения АСП в 2020 году могут так же, как и осылу Шакпаева, обратиться в Акимат или Центр занятости населения с удостоверением личности и подать заявление для получения АСП в новом формате. Также необходимо иметь постоянную либо временную регистрацию по месту жительства не менее 6 месяцев по месту проживания. Автоматического перевода семей, которые получали выплату в прошлом году, не будет. Прием документов в Нур-Султане ведется в 6 пунктах. Обязательным условием назначения адресной социальной помощи является участие трудоспособных членов семьи в активных формах содействия занятости. Если трудоспособный член семьи откажется от трудоустройства, то выплата адресной социальной помощи будет прекращена всем членам семьи. Если по этому пункту нарушений нет, а также если среднедушевой доход не превышает черту бедности, то в назначении АСП проблем не возникнет, заверили в Минтруда. Выплату будет начислять с месяца обращения вне зависимости от дня подачи заявления. То есть, если заявление подано 20 января или в последний день месяца, то и выплата будет осуществлена в полном объеме за весь отчетный период.